Всем привет, ребят! Сегодня понедельник, а значит с вами я, Владимир Пересада, и наш плановый обзор индексов. Начнём мы с того, что у меня наконец-то закрылись позиции по канадцу, по астралийцу, те, которые висели с прошлой недели, некоторые даже с прошлого месяца. Позиции закрыты, соответственно, в профит. Не смотрите на своп, это уплата за перенос позиций. Канадец был открыт с 31.55 в покупку, закрыт по 34.5. Два ордера, соответственно, и австралиец продажа открыта была по 73.4, закрыта была по 70.5. В общем, наконец-то избавился от этих длительных позиций, и сейчас есть перспективы найти что-либо новое. Но для того, чтобы найти новые идеи, нужно понимать фокус рынка в целом. А для этого и существуют те самые наши индексы, на которые мы постоянно обращаем внимание. Начнём мы с индекса доллара и постепенно перейдём к индексам американского и европейского рынков. Смотрите. Мы наконец-то вышли в спрос. Вышли выше 93.5, что открыло нам дорогу роста по доллару. Следовательно, все долларовые пары оказались в выигрыше. Все противоположные инструменты начали снижаться. И сейчас цены по многим инструментам подходят в зоны разворот, где можно попробовать открывать позиции на ослабление. И по индексу мы аналогичным образом видим зону 95, которая является промежуточным предложением. То бишь, отсюда цена по синтетике может начать падать. Если говорить о основных позиционных областях, откуда стоит продавать доллар, если смотреть исключительно на индекс, то это 96-97. Но 95 отбрасывать со счетов тоже не стоит. И следует посмотреть на возможные откаты по доллару. О спросе нужно будет вести речь при снижении в 93.5-93. Пока у нас актуальные идеи на предложение, то есть на продажу доллара. Теперь американский рынок акций. Индекс S&P 500. Здесь мы планировали начинать смотреть покупки акций в случае снижения индекса в 3200-3100. Цена немного не дошла. Я в свою очередь смотрел на отдельные бумаги, но ничего пока не купил. Ожидаю дальнейшего снижения. Может быть даже ниже. То есть в область не 3200-3100, а 3100-3000. И соответственно в случае нахождения индекса между этими значениями нужно будет отбирать те акции, которые являются недооцененными. Те акции, которые являются сильными в целом, но на рынке в откате. В общем здесь уже на ваше усмотрение. Не стоит поддаваться чужому влиянию и не ведитесь на то, что говорят, не стоит покупать Америку. Сейчас ничего не понятно. Да, ничего не понятно. И с выборами аналогично. Социологические опросы говорят о том, что примерно поровну голосов у Байдена и у Трампа. Следовательно, какого-то фокуса отдельно выделить нельзя. И люди сейчас начинают фиксировать прибыль по открытым позициям на рынке. И из-за этого происходит откат. Но мы не паникуем. Мы торгуем вероятности. Поэтому в случае снижения мы будем покупать. Вот если упадет ниже 3000, то вот здесь уже зона паники. Это та зона, где начнут выходить уже с убытками. Фиксировать свои позиции и удерживать ниже этой зоны смысла особого нет. Поэтому пока будет здесь, будем покупать. Упадет ниже, зафиксируем убыток. Но при этом новых позиций открывать не будем. Будем ждать более конкретных сигналов. Дальше. NASDAQ. По NASDAQ цена уже снижалась 10.800-10.500. Уже некоторые электронные компании можно было покупать. Но интереснее откат в область предыдущих максимов. Потому что NASDAQ, он шел с опережением. И если мы посмотрим на S&P, то он недалеко ушел от максимов. NASDAQ в свою очередь преодолел максимы и до сих пор находится за ними. То есть электронные компании сейчас в фаворе. И имеют повышенный спрос со стороны инвесторов. Мы готовы покупать в случае снижения к 10.000. 10.000-9.5 в значении индекса. Это интересная, очень сильная, среднесрочная область покупок. Не обращайте внимания на фундаментал в тот момент. Ищите компании, которые вам интересны. Потому что технически спрос здесь будет очень сильный. Dow Jones. Здесь мы подходим сейчас к области локального предложения. Это область 27.500-28.200. Из этой области может цена немножко упасть. Но это для тех, кто ищет краткосрочные идеи по коротким. По длинным. Область длинных общая. 26-25. Смотрите в эту область и анализируйте компании, которые вам интересны. 26-25 в значении индекса. Европейский индекс DAX. Вот здесь ситуация несколько иная. Если мы смотрим по Америке, что есть потенциалы по длинным. Есть возможности, где купить по коррекциям. То DAX, в свою очередь, можно пробовать смотреть в короткий. Или сам индекс, то есть фьючерс на индекс, или CFD на индекс. Или же какие-то компании, которые вам интересны в моменте. То есть, которые, возможно, где-то перекуплены на максимах. В случае, если индекс подойдет к 13.000-13.300. Это область возможных коротких. Да, выше 13.300 уже открывается потенциал роста. Но до тех пор, пока существует область предложения 13-13.300. Ее можно отрабатывать в короткий и по длинным. Здесь сказать ничего нельзя. Потому что ближайшая область хорошего спроса находится в зоне 11.000. То есть, достаточно далеко от этих значений. И лучше пока присмотреться к этой основной идее. Вот такая сейчас ситуация по индексам. Я думаю, что мой краткий и понятный обзор вам будет полезен. Просто держите в голове у себя эти значения. Запишите их в блокнот. И отслеживайте ваши текущие позиции. Либо будущие в сопряжении с индексом. Потому что индекс это поводы рынка. И за ним следует следить. Всем спасибо за внимание. Всем хорошей торговли. Рад был для вас вещать. Продолжение следует...